Половина неба, половина солнца, половина моря, без тебя мне видится... Всем привет, друзья! С вами Совершеннолетняя Ксюша. У меня отличное настроение, надеюсь, что и у вас. Я надеюсь, вы также изнываете от жары, как мы тут в Краснодарском крае. И надеюсь, что сейчас вы в комфортной обстановке, готовы посмотреть видео про летний выпуск Land of Beauty. Да, Land of Beauty это коробочки с израильской косметикой. Кто меня смотрит давно, знают, что я любитель этого дела. Израильская косметика подходит мне как нельзя лучше. Я предположу, что, скорее всего, производители израильской косметики несколько адаптировали свою косметику под нас, под южан. Я не знаю, это всего лишь предположение, потому что девчонкам из северных районов тоже косметика подходит. Но вот такое есть у меня предположение. Разбираем летний выпуск. Весенний был монобрендовым, летний предлагает нам различные бренды. Давайте скорее смотреть, что внутри. Во-первых, внутри, конечно же, был набор красных нитей, которые можно носить на левом запястье. Три нити в комплекте для вас и для, не знаю, вашей подружки, мамы, еще кого-нибудь или все для себя любимое. Решайте сами, кто же вам запретит. Давайте я вам покажу то, что очень нетипично для коробочек Land of Beauty, а именно продукты для волос. Не так часто нас балуют вот такими приятными вещами. Итак, от бренда Jericho. Маска. Маска для волос для нормальных и сухих и поврежденных. Мои, кстати, кто заметил? У меня изменилась прическа. Да. Я волевым решением отсекла вот эти ужасные поврежденные сухие волосы. И сейчас мои волосы, в принципе, можно отнести, наверное, к разряду нормальных. Немного склонные к жирности у корней. Но это не имеет значения. Итак, маска обогащена минералами Мертвого моря и органовым маслом. Давайте я вам покажу, что внутри. Очень плотная вот такая консистенция, которая не течет. Ее классно наносить на кончики. Я вас предостерегаю от того, чтобы наносить ее близко к корням, потому что есть вероятность того, что они зажирнятся быстрее, чем обычно. Наносите на кончики и немножко распределяйте по длине. Не рискуйте, потому что маска действительно питательная, действительно интенсивная. И, соответственно, продукт работает везде, и на концах, и на корнях, если вы вдруг нанесете. Но, опять-таки, все зависит от того, насколько повреждены у вас волосы. И если волосы настолько сухие и травмированные, что они в этом нуждаются, опять-таки, кто вам запретит все для вас любимых. Сладкий, косметический, но при этом свежий, он не держится на волосах. Точнее, если и держится, ну, не знаю, полчаса после мытья максимум, то есть он не удушает, не напрягает в этот летний период, это большой-большой плюс. Маска экономичная, ее нужно совсем немного. И если раньше все, там, трихологи, стилисты и так далее, рекомендовали наносить маски на волосы, отжатые полотенцем, то сейчас рекомендации несколько изменились. Сейчас просто немножко отжали волосы руками, волосы должны быть мокрые, потому что вода здесь является проводником. И вот я сейчас делаю именно так, это действительно работает лучше, поэтому волосы чуточку отжали, да, ну, чтобы с них прям не текла вода ручьем, и наносите масочку. Круто, Blender Beauty, спасибо, спасибо, это очень крутой продукт. И давайте я вам покажу то, чему я вообще обрадовалась несказанно, потому что я все время говорю, что нужно что-то для губ, нужно что-то нас баловать какими-то такими средствами. Ребята, очень крутой бальзам для губ, и это тоже полная размерка, я здесь напишу граммовки, все пропишу. Итак, вам могло попасться три варианта в коробочках. Вам мог попасться кокос, клубника или виноград. Мне попался виноград, и я сразу расстроилась, то есть на этикетке здесь был виноградик нарисован, я сразу расстроилась, потому что отдушка винограда мне не нравится. Но здесь она нормальная, здесь очень сладкий, приятный аромат винограда, а не забродившего вот этого винограда, знаете, который упала гроздь, на нее наступили, я вот это очень не люблю, а здесь прям классно. И это бальзам на натуральных маслах, то есть вот он буквально от теплоты рук под пальчиками мгновенно тает, вы его наносите, как вкусно пахнет, на губы, и он их интенсивно питает, то есть это продукт и на ночь, и на утро, как хотите, то есть прям интенсивная штучка. Если у вас на пальчике осталось немного бальзама, я вам советую вот так вот его нанести на кутикулку, потому что состав таков, что продукт становится многофункциональным, и он прекрасно увлажняет кутикулу, ну и вообще, что с излишками делать, но остался у вас на пальчике бальзам, что ж не смывать же, потому что вещь очень хорошая, то есть его вот так вот втерли, супер продукт. Причем написано, что бальзам подходит для потрескавшихся губ, то есть он настолько интенсивно увлажняет, у меня губы не потрескавшиеся, я не могу это никак проверить, но вот на сухой кутикуле очевидно, что он работает очень хорошо. Спасибо за бальзам, мне он понравился, я даже не расстроилась, что у меня виноград, а не, например, кокос. Давайте я вам покажу в параллели два продукта от Кедма. Слушайте, это прикол, сейчас офф-топ. Прошлая коробка была монобрендовая, там был Кедма уход дневной, ночной, крем для кожи вокруг глаз, короче, собрали весь уход, но не хватало тоника и не хватало умывашки. И в этой коробке умывашка и тонер от Кедма. То есть у меня теперь, чтобы вы понимали, весь уход от Кедма, вплоть до, сейчас вам покажу, чего. Я специально принесла, хотела вам показать. Я не помню, в какой коробке Land of Beauty была эта штука. Это пилинг с экстрактом винограда, с минералами мертвого моря. Такая желеобразная субстанция, ее наносишь на лицо, на сухое, там, немножечко пальчиками массируешь. Кожа потом просто идеально гладкая. И вот теперь весь мой уход, все у меня от Кедма. Итак, пенка и тонер из летнего выпуска Land of Beauty. Давайте посмотрим. Ну, все мы знаем Кедма, дико дорого, дико круто, люксовый бренд. И если бы не Land of Beauty, вряд ли бы мы все с ним познакомились. Ну, не знаю, как вы, я точно нет. Итак, это такой гель-крем, очень-очень тонкий, который при соприкосновении с водой начинает пениться и хорошо очищать кожу. Но при этом вы не получите плотной пены какой-то, знаете, такой жесткой, щелочной, которая там продирает до основания кожу, да, до скрипа промывает. Нет, это очень деликатное очищение. Это хорошо. Для возрастной кожи, для чувствительной кожи, для кожи, склонной к покраснениям и так далее, вот такие умывашки – это находка. Не думайте, что если ваша кожа, например, сухая, вы можете не умываться ничем вообще. Нет, это ошибка, потому что пыль на вас заседает. Косметические средства нужно домывать до конца, мицеллярная вода вас не спасет. То есть умывашка все равно нужна. Но вот вопрос, какую подобрать, чтобы она не была для кожи травматичной? Вот это прям очень-очень хорошо. И здесь есть какие-то частички, мелкие-мелкие, я не знаю, что это. Это не скраб, то есть тут сложно сказать, что это прям какая-то эксфолирующая история. Нет, но при этом есть вот какое-то такое легкое-легкое воздействие. Но у вас даже кожа не покраснеет. Смотрите, я терла-терла, даже не покраснеет от этого. Но какое-то вот механическое воздействие на кожу будет. После этой умывалки кожа не сохнет, нет ощущения стянутости. Я ожидала другого аромата. Мне кажется, что у этой умывалки нетипичный кедмовский аромат. Может быть, я ошибаюсь, может быть, не знаю. Не знаю, может быть, аромат трансформируется из-за воды. Здесь аромат, может быть, за счет, не знаю, экстрактов растений. Он очень травянистый, очень какой-то свежий, приятный. Очень приятный аромат. Не просто сладкий косметический, а прям такой, знаете. Но вот здесь прям аромат супердорогой косметики, как по мне. И после умывания следующим этапом должен идти тонер. Кто исключает тонер из своего ухода, на мой взгляд, ошибается. Потому что, как не крутите, вы умыли кожу, поры подстянулись. И нужен какой-то продукт-проводник, который будет последующий уход пропускать как бы внутрь. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Многие косметологи об этом говорят, что тонер – это важный этап, который пропускать нельзя. Это своеобразное и окончание очищения. При этом это такое предувлажнение, предуход. Этот тонер нужно нанести на ватный диск. Затем аккуратненько протереть кожу по массажным линиям. Тем самым вы уберете остатки каких-то средств, если там что-то на вас оставалось. Вы подготовите кожу к нанесению последующего ухода. Ну и вообще кожу протонизируете. Это, кстати, действительно тоник, который тонизирует кожу. Тонер подходит и на утро, и на вечер. Если вам необходимо, вы можете в течение дня также кожу им протирать. Мне нравится, что здесь в составе алоевера, и когда после долгого дня, если я где-то ходила на солнце, и с ПФ у меня перестал справляться, этот тонер как будто успокаивает мою кожу. Мне понравилось. 180 мл – опять полноразмерный продукт. Последний продукт в коробке, но не то, что не последний по значимости, а для кого-то из вас, возможно, и для большинства он станет первым. Почему? Да потому что это маска от бренда Ям. Ям – это дочерний бренд от Кедмы. То есть качество мы все с вами понимаем. И это маска для лица в большом объеме. Ну, то есть это опять полноразмерный продукт. И это маска необычная, маска глиняная. Вы скажете, Ксюша, ну что глиняная маска, ну что здесь необычного? Я вам скажу. Глиняная маска, глиняные маски розни. Я обратила внимание за все то время, что я тестирую израильскую косметику, что есть некая тенденция относительно глиняных масок. Если глиняные маски, которые вы покупаете где-то в масс-маркете, у нас везде продаются, они застывают на лице, засыхают, и всегда после такой маски нужно обязательно сделать увлажняющую маску, иначе ваша кожа превратится просто вот в пустыню иссыхающую. Здесь у всех масок израильских есть особенность. Они, во-первых, не высыхают, а во-вторых, сочетают в себе как будто два эффекта. Они как будто бы кожу и напитывают, и очищают одновременно. Это странно. Казалось бы, либо то, либо другое, но вот как-то так получается. И эта маска прекрасное подтверждение тому, она у меня перетекла в одну сторону, но думаю, это никак не помешает мне вам ее показать. Итак, это глиняная очищающая маска. Она вообще плотная, она перетекает только если долго ее держать на боку, а я вот, видимо, ее держала на боку. Густая глиняная маска, которую наносить я бы вам рекомендовала кистью, потому что так экономичнее. И если обычно глиняную маску мы наносим толстым слоем, чтобы она хоть немножко подержалась на лице, да, не высохла мгновенно, то здесь можно наносить достаточно тонким слоем и ничего не произойдет. Эффект после маски, эффект после маски невероятный. Кожа очищенная, тон выровнен, избыток кожного сала убирается. Избыток кожного сала удален. Но мне больше всего нравится тон кожи, который становится просто идеальным, абсолютно равномерным на разных участках лица. Для меня это важно, потому что у меня есть зоны, которые неадекватно краснеют, неадекватно себя введут от прикосновений, как, например, мой куперозный подбородок, с которым как бороться непонятно. Вот, лазером уже боролись, можете мне это не советовать в комментариях, не помогло. Также в комплекте идет вот такая лопаточка, ложечка, шпатель, бестолковый, на мой взгляд, совершенно. Ну, правда. И эта маска должна наноситься кистью. Ну, я думаю, что у всех в хозяйстве какая-нибудь косметическая кисточка завалялась. Можно ли наносить пальцами? Можно. Но только расход будет гораздо больше. Зачем вам это нужно? Экономьте, экономьте хороший продукт. Не вижу смысла его так бесцельно расходовать. Вот и все. Это был последний продукт из коробочки. И когда я только получила коробку, я ее так повертела в руках, увидела вот эту барышню и была уверена, что внутри будут продукты для тела. Чуточку не угадала, но коробкой я осталась довольна. Мне очень понравилось, что продукты разнообразные для губ, для волос, для лица. Супер! А те, кто заказывал прошлую коробочку, я думаю, так вообще счастливы, что теперь от Кедмы собралась полная линейка уходовых продуктов. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии внизу. Мне будет очень интересно почитать. Каждый ваш репост делает меня значительно счастливее. Поддерживайте канал, поддерживайте лично меня. Мне правда это очень приятно, мне это очень нужно. Спасибо большое, я очень сильно вас всех люблю и пока!